Ну, я просто попробую какие-то обобщения сделать, потому что после такого очень конкретного доклада Ольге, трудно что-то лучше сказать, так только общие слова. Ситуация. Какая ситуация в целом на Севере? В общем-то, мы её все достаточно хорошо знаем, и всё равно повторить надо. Это огромное количество объектов, бесхвозных, брошенных, которые находятся в аварийном состоянии. То есть количество, ну, были какие-то подсчёты, но вместе с часовнями с XIX веком, с началом XX, ну, где-то около 600, может быть, даже и побольше. То есть вы представляете, вот этот вот массив гниющего, разрушающегося, что-то уже готово обрушиться, что-то исчезает на наших глазах. Вот. И что с этим делать? Государственные усилия направлены на сохранение, ну, вот конкретно, Министерство культуры направлено на сохранение, в первую очередь, федеральных памятников. Их меньшинство, большинство объектов – это региональные памятники, на которых ничего не выделяется, которые брошены в прямом смысле. Есть довольно большое количество непамятников, которые в силу каких-то причин, в общем, там абсурдные ситуации, XVII век может быть непамятником. Ну, иногда их не включили, иногда в советское время написали на них паспорта, а потом они, сейчас в наше время, не вошли в реестр, как-то выпали. Вот. Или просто в свое время были не выявлены. Таких объектов много. Федеральные памятники, на которые выделяются государственные средства. Как правило, это довольно крупный объект, большого строительного объема. Что мы видим, какую картину за последние годы? Что хорошего сделано за государственные средства за недавние годы? Ну, Преображенскую церковь Киршского погоста я бы вообще ставил отдельно, потому что это действительно отдельная история, это объект ЮНЕСКО. Он отдельно финансируется, и то там масса проблем. Он делается очень медленно, потому что можно было бы гораздо быстрее растягивать на десятилетия. Остальные объекты. Что сейчас? Недавно завершены, не полностью завершены работы на Зоостровье, где мне довелось немного поучаствовать. Это под Архангельском. В итоге очень большой объект, доведен под крышу и покрыт пленочкой полиэтиленовой. За Островье? Да. За счет, не за счет госбюджета, а за счет производственников, которые там работали. Окна открыты. То есть, объект недоделан, ну, процентов на 15. Очень сложно решается вопрос дальнейшего финансирования. Слава Богу, именно на этом объекте есть один высокопоставленный чиновник, родом оттуда. И он все время подталкивает. Там, видимо, есть у него какие-то рычаги, подталкивает Министерство культуры к тому, чтобы эти работы продолжались. Это вот энтузиазм одного человека. Параллельно шел объект, ким же. Вы все его прекрасно знаете. Те же самые производственники работали. А там ситуация тоже. Процентов 15 не закончено, чуть побольше. Полы не закончены, окна. То есть, вроде бы, все завершено, но внутри пустота и ветер гуляет. Объект не завершен. Там нет такого человека, который бы как-то продвигал этот объект. Там все брошено. Будет ли, не будет продолжение работы, ничего не понятно. Дальше. Кермский собор. Было предложено за два года провести реставрацию. Это фактически три храма, стоящие рядом по одной другу, конструктивно связанные внизу. Сложнейший объект. Он должен быть сдан вот сейчас прямо. Он сделан меньше, чем наполовину. Проблемы с... На всех государственных контрактах проблема одна. Выигрывает организация, какая-то. А потом ищет субподрядчиков. За две трети, в лучшем случае. От той суммы, которая была выделена на объект. То есть, деньги разворачиваются. Разворовываются. Вот таким образом. Законно все. А те еще могут нанимать еще субподрядчиков. И в итоге от тех людей, которые пришли работать на объект, нельзя требовать качества. Просто невозможно. Требовать нормального качества, нормальных материалов. За такие сроки и за такие деньги они должны сделать. Они, естественно, возводят объем. Гонят. А в деталях там страшная неряшливость. Или вообще, как мы видим, просто недоделки. В итоге Гемский собор как бы... Как это достигнет договоренность между заказчиком и генподрядчиком о том, что еще полгода дадут на доработку. На то, чтобы за полгода выстроить то, что строилось лет 7 тогда, в 18 веке. Ну, скорее всего, там опять будет такой же результат. Что-то сделают, что-то бросят. Дальше Павлодога. Вологодская область. Она обрушилась. Там делали консервацию. Потом началась реставрация. Опять та же самая история. Были приглашены на суб подряд хорошие специалисты, которые фактически за свой счет работали просто из любви к искусству. Потому что не могли бросить объект. Очень много положили туда. Объект тоже на половине работы остановлен. Янда Мозера. Помните эту историю. Тоже выиграли контракт. Обосновали как будто бы невозможность работы на месте. И согласовали с Минкультом Карелии вывоз, перевозку объекта на другое место. Поближе к дороге. В итоге объект разделился на три части. Часть перевезена туда по назначению, куда нужно. Часть утонула в машинах, брошена на дороге. Потому что работа проводили к концу года. Осваивали деньги. Дорог уже не было. А часть осталась на месте. Ну, карельский Минкульт оправдывается. Убеждают, что сауна лучше вывезена. Все, что нужно. Осталось это так. Не самое существенное. Но в итоге объект погиб. Это совершенно точно. Потому что уже два или три года все это пролежало. Заплесневело. Ну, когда это лежит не в собранном виде, это деформируется. Еще перевозку можно вспомнить. Это, правда, не госконтракт. Но там были намерения тоже музея, леждома. Его вывезли. Денег хватило только на вывоз. Даже не на нормальное складирование. Объект был вывезен и просто брошен у дороги. Вот это ситуация. Я не буду утомлять перечислением этих примеров. Примеров негативных. Чего делается для сохранения памятника деревянного зодчества из госбюджета. Что делаем мы? Это количественно, огромное количество противорийных работ. За государственное средство противорийные работы вообще не делаются. Я вот не припомню. Ну, может быть, есть какие-то примеры, но это просто единичные. Я сейчас не могу вспомнить, что делалось. Пал-то был, когда наброшенность. Что-то там укрыли и разобрали завал. Вот был пример. За бюджетные деньги противорийные работы. А между тем, практически все памятники, которые еще держатся, нуждаются в срочных. Вот то, что Ольга рассказывала. Вот это все такие случаи. Они все стоят и их держатся. Кто-то там подборки какие-то поставил. Или старые леса стоят. Это все готово рухнуть. То есть, получается, большой объем противорийных работ, он проводится не за государственные деньги, а проводится вот нами. Реставрация. Реставрация. Реставрация, как видите, это дело сложное. Здесь примеров не так много. Сиума, Гридинская. Но есть еще реставрации, проведенные на... Все небольшие работы, проведенные на общественные или частные средства. Разница. Разница огромная между работами, проводящимися по госконтрактам, и работами, проводящимися на общественные средства. Вот что противорийные, вот я Палтову вспоминаю. Там, когда пришли реставраторы, ребята, которые работали, они говорили, что противорийные работы проведены... Просто добили объект. Они не стали разбирать бревна, а то, что провалилось... А просто порезали это на дрова и сложили. То есть, уничтожили те следы, по которым можно было воссоздать. В нашей сфере противорийные работы, конечно, совсем не так проводятся. Аккуратно, бережно. То же самое можно сказать и о реставрациях. Сейчас вообще искусство реставрации деревянных памятников, как ни странно, поддерживается вот в этой следе, в добровольном такой, общественной, частной, а не в государственной сфере охраны памятников, как это должно было бы быть. То есть, сравнения, сравнения можно проводить, но они все не в пользу государственных работ. Единственное, что у них больше, это больше денег. Но куда эти деньги идут, вы сами видите. Все дело в подходе. В подходе, ну, как к своему хозяйству. Как к своему дому. Или как к чужому дому. Как наемный работник, которому лишь бы сорвать деньги, сделать чего-нибудь. Ну вот, это вот все такие вот жалобы, сетования. Но с другой стороны, с другой стороны, ну, такая ситуация сложилась, поэтому так мы работаем. Какие перспективы наших работ? Очень перспективная работа с непамятниками, потому что это облегчает вот эту всю процедурную волокиту, оформление, оформление разрешений, привлечение организаций. Все равно это все получается формально. Это, то есть, пустая трата времени. Ради того, чтобы поставлена галочка, что объект... Ну, жалко на это тратить время. Хотя иногда приходится в каких-то ситуациях. Вот. Вообще, когда мы беремся за какой-то объект, вроде, вот сейчас Ольга заявляла, некоторые объекты новые, но так, с воодушевлением, хорошо. Вот. Но за этим следует огромный труд. И, наверное, многие, кто связывался с подобными делами, потом в процессе работы, оглядываясь назад, может быть, и думали, что и не стали выбраться за такое. Потому что очень тяжело, очень трудоемко, очень долго все. Вот. Но вместе с тем, по прошествии работ, по результатам, оглядываясь назад, у нас ни те, ни сомнения, что делать надо было. Вот. Все было правильно начато. Хотя и очень тяжело. Вот. Ну, я хочу просто пожелать всем терпения, сил на подобных делах. Это значение этих работ, оно, конечно, не только в деревяшках, что мы сохраняем. Да, конечно, мы сохраняем материальные объекты русской культуры. Это очень важно. Вот. Но, наверное, самое главное, это для людей, для людей местных, еще оставшихся, которые там живут, которые видят, они же видят и примеры государственных работ, и видят иные примеры. Это воздействие. Колоссальное воздействие. Сами люди, которые участвуют в этом, это тоже для них нужно. Сам процесс. Люди раскрываются со своей лучшей стороны в процессе этих работ. Ну, и в результате работы это некие духовные ориентиры, это же все церковные объекты, где проходят другое служение, литургии, молебны. Вот. То есть это все в целом в своей совокупности какой-то вот возрождение жизни. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ